Финальный званый ужин суперигры обещает быть интересным, потому что музыкант Андрей Ганс не только единственный мужчина в этой прекрасной компании, но и главный герой сложившегося любовного треугольника. Маргарита, проходи. Здравствуй, здравствуй. На мою мистическо-астрологическую вечеринку. О боже, это так интересно, слушай. Вытяни карту и посмотрим на будущее. Мне страшно. Не бойся. Ну ладно, на любовь, да? Да. Надо показывать? Давай. Принц в дисках. Видимо, тебя ждет какой-то принц в будущем. Прекрасно. Ну что? Я тебе принесла маленький презент. Уго. Хочу подарить тебе свою книжечку. Спасибо большое. Ну что, пойдем на ужин? Пойдем. Я думаю, что атмосфера на ужине будет немного накаленной, напряженной, так как сегодня последний день, и все волнуются, потому что сегодня мы узнаем, кто же победил в нашей игре. Но я думаю, что Андрей постарается нас как-то усмирить и отвлечь. О, Марина. Привет, дорогой. Мои любимой. Это тебе книжка, а здесь психотерапевтические сказки. Спасибо большое. Ты не увлекаешься психологией? Это тебе. Давай, вытягивай карту, посмотрим на будущее. Давай, давай, давай. Очень интересно. Так, так, так. Что мы видим? Смотри. Иерафант. Что это? Это духовный отец тебе будет. Я хочу, чтобы был им ты. Так это намек на это. Пойдем? Пойдем. Я прежнего Андрея не узнала, потому что он уже был в образе. Подведены глаза черным карандашом, черный лак на ногтях. Я подумала, о, это будет очень здорово, как я его посмотрю с другой стороны. Ну, как тебе жилье Андрюшки нашего? Слушай, ну, вообще более-менее прилично. Знаешь, мне кажется, может быть, он даже не снимал эту квартиру, а, может быть, взял у друзей. Ну, во всяком случае, она чистая, аккуратная, просторная. Учесть, что он не москвич. Я думаю, что вполне нормально. Ну, ты знаешь, немного простоватка для зла нужен, но, в принципе, сойдет. Давай посмотрим «Звездное небо». Ты что-нибудь вообще в этом понимаешь? Нет, конечно. А может, он, натура такая у нас романтическая, творческая, вот романтик. Ему интересно, что подскажут ему звезды. Вообще здорово, что он увлекается подобными вещами. Я слышала, что астрология, наука очень сложная. И хотелось бы, чтобы он как-то что-то об этом нам рассказал. Смотри, Андрюшка-то у нас встретил, у нас накрашенный. Да. Я думаю, это он иногда достает со своей косметички, карандаш, подводочка черная. Ну, как концерты, так и достает. Лак для ногтей. Мне кажется, это он все, Маринка, для тебя старается, хочет поразить. Я очень удивилась, когда увидела в квартире Андрея лак для ногтей черного цвета и черный карандаш для глаз. Ну, все-таки я отпускаю эти вещички для мужчины. Если этого требует его образ. Ага, Матрю, привет. Привет, наконец-то добралась я до жилья. А тут у нас мистика сегодня, астрология. Да ты что? Да. И голенькая пузечка. Как тебе нравится. Давай, вытяни карту, пожалуйста. Посмотрим на твое будущее. Ну-ка. Давай. Что мы видим? Что это? Борьба, смотри. Да, я сегодня настроена бороться. За тебя бороться, не сдаваться. Вот, все правильно. И это тебе мой диск подарок. Спасибо большое. Ну что ж, пройдем? Пойдем. Я поняла, что весь вечер буду в борьбе. И сразу же я ему сунула диск свой в подарочек. Пусть я привыкаю к моему голосу и тембру. Нам я сейчас с ним жить и жить. Ого. Привет. Привет, голые мужчины. Да, да, да. Но у меня сегодня мистика-астрологическая вечеринка. Правда? Да, я хочу, чтобы ты чуть-чуть заглянула в будущее и вытянула карту. С какой целью интересуешься? А, заглянуть в будущее. Всего-то. Беспокойство. Видимо, ты чем-то озабочен. Еще бы. Глазище такие растопыренные. Не страшно. Я прямо влюбилась опять в него. А, ты влюбилась? Да красавец же просто. Ты что, не понимаешь? Ой. Бесподобный. Я за патриархат. Мужчина должен быть главным в семье. Как глянула на его фотографию, поняла. Это мой лидер. Это гадание по руке, да? Может, это фотография его руки. Его руки? Да. Он, наверное, себе гадает по руке, что ли? После, как на концерт сходит и гадает себе по руке. Ну, гадание по руке называется хиромантия. И по большому счету, если Андрей этим увлекается, ну, на здоровье, но если он берется помогать другим людям и читать их руки, то я против этого, потому что этим должны заниматься специалисты. Да я тоже против. Ну, если как хобби, да, пожалуйста. Изображение руки, оно было вообще непонятно для меня. То есть, может быть, я что-то неправильно понимаю, но это не линии для хироманта. Женщины, как известно, существа капризные и непредсказуемые. Угодить их вкусом чрезвычайно трудно. Но Андрей попытается это сделать. И для начала он подает на закуску оригинальные свитки. Уважаемые дамы, вот закуска. Солнце в близнецах. Передаем. Красиво. Супер. Настолько было оригинально подано, что даже я, наверное, с какой-то своей фантазией женской, наверное, бы этого не придумала. Обычно зубочисткой просто, да, держать там? Нет, надо, чтобы все съедобно было. Я так понимаю, что это сыр сулугони, да? Да, это так и есть. Очень необычно, понравилась подача. И здесь мало того, что есть салатный лист, есть еще и зелень. Пока начинаю пробовать, нравится. Спасибо тебе большое. Для меня в рулетиках не хватало сладости. Хотелось бы, чтобы вместо киви был использован более сладкий фрукт. Да и киви я в самих рулетах не очень распробовала. Ты знаешь, Андрюшка, мне очень понравились твои рулетики. Но вот, на мой взгляд, еще бы вовнутрь ты бы положил или маслинку, или свежего огурчика. Вот чуть-чуть чего-то еще внутри не хватает. Вот как бы бедноватенько они. Сыр плавленый. И еще что-нибудь такое. А так, например? Да, да, моего любимого, турецкого. Закуска понравилась очень. Оно было очень достойно. Я думала, что он что-то попроще придумает. А Андрюшка превзошел все мои ожидания. А я хочу тебе сказать, Андрей, что это все очень по-мужски просто. Но это все очень по-хозяйски сложно. Потому что вроде бы такое простое блюдо ты превратил вот реально в какой-то маленький шедевр. Мне очень понравилась вот эта задумка с сыром сулугуни. И на вкус это знакомо, вкусно и приятно. Единственное, что бы я в этом блюде изменила, это количество. Потому что двух вот этих маленьких рулетиков лично мне было недостаточно. Андрюсик, вот я сижу уже как корова на лугу и ем вот эту зелень. Уже и салат приела, и укропинку усю приела. И так мне похорошела. Мне не нравятся вот эти киви заморская твоя. А пояски вот эти поясом повязаны? Ой, вот эти вот нитки твои бесподобные. Синедобные ниточки, солененькие. Кушаю очень вкусные. Мы с тобой сильно соленое не любим. Мы с тобой такой попреснее, попреснее. Родниковой водичкой запьем и будем счастливы жить. Правильно. А то с кем вы собираетесь вообще-то жить? Извините. Я сегодня в янце. А что, у вас сегодня свое у вас? Вы там что-то ночью, царевна лягушка, извините. Да, я сегодня царевна. И не просто, еще и лягушка. Как? А я же видел, как-то одевал-то сутричка. Я сегодня в борьбе. Нет, не надо в борьбе. Карта выпала, да? Карта выпала в борьбе. Хватит бороться, будем на матрасовом поле бороться. Какие эти деревенские не сдаются, Марина. Это ушлые такие, что лодки вырвут. Я готова бороться до последнего за Андрюсика. Я у себя в борьбе. И мало того, что 20 пластических операций, которые я сделала, все-таки приглянулись ему. Я готова сделать еще 40 пластических операций и быть красивее Марины. Андрей, у меня есть сын твоего возраста. И если бы у моего сына была такая ситуация, что к нему пристает зрелая, сексуально озабоченная женщина, то, наверное, мой сын бы просто посмеялся над этой ситуацией. А ты почему-то это принял все. Больше того, ты даже провел с Мариной ночь. Скажи, у тебя... Что? А, даже три. У тебя действительно не из кого выбирать? То есть нет молодых и красивых? Или ты, правда, любишь распущенных и пожилых, там, не знаю, каких-то развращенных женщин? Ты знаешь, я разных люблю. Главное, чтобы человек был хороший. Вот мне Маринка понравилась. А чего нет? На возраст не имеет значения. Главное, чтобы человек в душе был молод, понимаешь? Ах так. Ну так вот. Поэтому я не знаю... Заня, что у нее там молодого в душе? Сколько у нее там уже было, уже этих любовников? У нее книга «Любовницы» за ними нет. Балаган Марина и Матриана за столом опять продолжился. На самом деле это уже было нудно, это уже было никому не интересно. Это было уже достаточно пережеванно. Хотелось бы, чтобы они уже съехали с этой темой. Ну что, девчонки, впереди нас ждет горяченькое. Ждем, дорогой. Любовные неурядицы не мешают нашим героиням наслаждаться ужином в гостях у Андрея. И теперь они с нетерпением ждут подачи основного блюда. Курица с вишней. Дамы, вот это основное блюдо. О-о-о! Венера в тельце. А ну давай сюда быстрее. Когда Андрей вынес нам основное блюдо, я сначала вообще не поняла, что это блюдо. Настолько оно было ярко, красиво оформлено. Я даже в первый момент не поняла, а надо ли это кушать. Сразу запах чеснока. Здорово. Как же без чеснока? Мужчина готовил. Андрей, мне не понравились баклажаны. Да ты что? Да. Это ж мае. Вишня прямо с моего дерева. Что с тобой? Баклажаны знаешь все такое, да? Ну, баклажаны. Чеснока в горло пошло. Прямо аж продирает до соства. Вот ты ж болеешь, Маргарина, болеешь. Ой, Андрюш. После моего ужината сразу у тебя здоровье на поправку пойдет. Думаешь? Да, конечно. Ну, добил. Курица буквально таяла во рту, сочетание с вишней было превосходно. Зато мне не понравился соус. Такой соус, думаю, стоит подавать отдельно, потому что не все люди переносят такую острую пищу. Андрюш, я думаю, тебя не обидит. Ты не знал об этом, но баклажаны я не ем. Просто потому что баклажаны и... Не твои. Нет, ну, это не значит, что не мое. Просто, может быть, я просто не умею готовить, да, и до сегодняшнего дня... Может, ты попробуешь все-таки там? Я попробую, потому что здесь все спасает соус. С этим соусом можно съесть все. Я не раз брала подливу вот эту с чесноком и ни разу не испытала чувства, что его там очень много. Не пробирала ни нос, ни рот, ни першила нигде. Не хотелось это выплюнуть, как это случилось с Маргошей. Я так и не поняла, почему оно подавилось. Ну, баклажаны маловаты, худоваты, я бы так сказала. Чтобы ты не объелась за фигурой. Конец был-то конец. Баклажан хорошенький уже, лежал бы так вот. Цельный, да? Так что у меня фигура в порядке, у меня 46-й. Баклажанов мало, вишни мало, куры хватает. Теперь мои блюда разнообразуются различными ягдами. У курицу, у гусицу, у утицу я буду тыркать все. И вишню, и сливу, и яблоки, и крыжевник. Такой какой-то экзотический вкус у курицы получился. Я даже не ожидала, вообще никогда не пробовала. Вишня и курица. Казалось бы, какое сочетание. Соц сказочный. Вот я вам показал, как можно использовать чесночок нормально в блюде. Классно, обалдеть. Если бы я делала такое основное блюдо, я бы ничего не добавляла. И надо сказать, я его возьму на вооружение, приеду в Украину и первым делом займусь приготовлением. Андрей, вот ты заявил такую тему, мистика. Как ты к этому пришел? Почему ты этим занимаешься? И самый главный вопрос. Ты делаешь это для себя или для людей тоже? Ну, сначала я начал увлекаться просто гороскопами. И потом я пришел уже в более позднем возрасте к картам Таро. И вот когда я начал гадать на картах Таро, я понял, что пару раз себе погадал, и все начало сбываться. Ты не ответил на мой вопрос. Ты работаешь для людей или только для себя? Ну, работать, слово «работа» здесь не подходит, потому что я по просьбам, по большим гадаю своим друзьям, и тоже все сбывается. Но работать-то нельзя назвать, я не беру за это деньги. Просто меня просят, и я не отказываю. По большому счету, он пока еще ничего в этом не понимает и только начинает вникать во все азы. Я против, когда люди делают это самостоятельно, дабы не заблудиться и не заблуждаться. Друзья мои, каждый в своей жизни хоть раз нагадал всерьез или по-настоящему, потому что верит в это искренне. Но я еще раз призываю вас, призываю всех, будьте с этим осторожны. Девчонки, а давайте лучше сейчас развлечемся. Давай! Мне бы очень хотелось, чтобы Андрей наконец-таки раскрылся и показал себя как артист, ну и, собственно, что-нибудь спел нам сегодня. Если он в течение недели говорит о том, что он рок-музыкант, и в итоге не споет, то плохо тот музыкант, у которого нет баяна. Естественно, как музыкант, как композитор, исполнитель песен и своих, ну, конечно, на развлечении он нам споет. Споет нам какую-нибудь плавную, задушевную, лирическую песню часа на два. И так вот у весь вечер перейдите в ночь. Девчонки, сейчас я вам сыграю песню собственного сочинения. Когда Андрей запел, у меня стало впечатление, что человек неплохо играет на гитаре. Наверное, это не мой любимый формат музыки, но в каком-то смысле он действительно молодец. Чувствуется, что Андрей уже не раз исполнял эту песню. Он уверенно брал аккорды и пытался кричать слова, которые я не совсем разобрала, но которые почему-то мне понравились. Я должна сказать, что я ничего не понимаю в рок-музыке, но живой звук. И именно я так ценю в музыке. Развлечение мне понравилось. Я настолько была увлечена, что не обратила внимания, как отреагировали девочки. Единственное, сзади меня все время потанцовала Матрена. Я думаю, ей песня очень понравилась. Песня мне не очень понравилась. Андрюсик такой экспрессивный, импульсивный оказался мужчина. Поедь да так красиво, да прямо уси нотки вытягивает и баритоном и тенором дает. Ну, я прямо обалдела сегодня. Дайте Маше пистолет. Дайте Маше пистолет. Вау! Спасибо. Браво! Финальный званый ужин, который расставит все точки над «и», в нашей супер-игре близится к завершению. Но прежде чем поставить свои последние оценки, наши участницы должны попробовать йогуртовый суп с мороженым. Девчонки, десертик. Марс в лесах. О, слушай, похоже, как на яичницу. Я думала, ну, наконец-то меня накормят этот супом. Но принесли какую-то белую киселеобразную массу, какими-то еще желтыми побрызганные непонятными мочонками, и какой-то еще зелень внутри торчала. Да я вообще расстроилась. Действительно похоже на суп. Мне кажется, что блюдо очень простое, потому что вот такое суповое оформление. На самом деле очень разнообразные вкусы. Если у кого-то есть какие-то предпочтения, то здесь есть где выбирать. Причем морковный сок для девушек тоже очень полезен. Говорят, пьют морковный сок, то девушки худеют, и настроение всегда хорошее. А к чему-то о соке морковном. Он здесь тоже присутствует? Ну, здесь есть такое, видишь, такой вот взрывы такие оранжевые. Это морковный сок? Ну, там морковный сок смешивается с медом. О, это оно что. Эксперимент с морковкой удался. Никто не мог распознать, что в этом десерте есть морковка. А значит, это было приготовлено очень грамотно. Очень вкусная курага. Ты ее мелко порезал. И она здесь прям была очень уместна. Она придавала такую кислиночку йогурту. Мороженка такая вот, чуть-чуть сладенькая. Все, ты побеспокоился о нашем излишнем весе. Вот он такой легкий получился, обезжиренный йогуртовый суп. На ночь нечего наедать. Отлично вообще, да. Если бы я делала такой десерт, ну, возможно, бы я не добавляла туда мороженое. Оно, может быть, даже было и лишнее здесь. Мне вообще не понравился, Андрей. Вот мороженое это зачем ты в суп кладешь? Вы, конечно, городские уже супы такие извращенные делаете. Нет, ну ты же картошку кладешь в борщ. Естественно. Ну, а это сладкий суп. Значит, мы с тобой сделаем как надо. Я тебе научу. Картохи туды, капусты мы с тобой наварим. И нормальный кусок говядины отховячим. Сварим его и туды. Не ходи себе, да? Да хочешь мороженое, ради бога, я не против. Я согласна ей на все. И мороженое сверху накроем, йогуртом залем. И будем этот суп есть, как вы городские сейчас едите. Десерт мне не понравился. Ну, на то они мужуки, конечно, и в Африке мужуки. Глупый народ, я вам скажу. Я его научу. Ничего. И сделаю из его человека. И будем нормальные супы варить. Я, честно сказать, десерты ем крайне редко. Если ем, ем чуть послаще. Вот если бы залила это все шоколадным соусом, я была бы признательна тебе. На твоем ужине я, да, понял, что десерт должен быть супер хладкий. Если уж есть, так вот так. Во все тяжкие. Марку нужно было шоколадку. Матрёне положил бы листок побольше. Картофан. Шоколад. Десерты банально все делают. Я хотел что-то как-то поинтересовать. Нет, я не говорю, что неинтересно. Но вот я люблю, когда еще послась. В целом Андрей удивил меня как хозяин. Он был достаточно гостеприимен. Он нас от души развлекал. Он пытался создать какую-то приятную атмосферу и порадовать нас какими-то оригинальными вкусовыми сочетаниями. Девчонки, очень рад. Я, что на этом ужине с вами познакомился со всеми. Очень хочу с вами дальше общаться. Надеюсь, еще, может быть, какие-нибудь творческие союзы у нас будут. Вот споем, сыграем, прочитаем стихи. Все люди творческие. Так что очень рад. Надеюсь на дальнейшее общение. Компания наша мне понравилась. Ну, извините, женщина с женщинами, а Андрюсик-то мужчина. Вот с Андрюсиком я буду общаться каждый день. И в интернете, и потом от дома, и в ЗАГСе, и на постели, и везде. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, я смотрю, что мистический ужин прошел так же совершенно реально. Да? Да, да. Хорошо. Друзья, я не буду вас задерживать. Скажу, что через несколько минут начнется церемония награждения победителя. Но она не состоится без ваших оценок, выставленных хозяину. Андрей переживал, он старался. Он хотел учитывать вкусы всех прекрасных принцесс, которые к нему сегодня пришли. Так что жду вас на церемонии. Ждем. Мне кажется, то, что Маргарита мне поставит 70 баллов. В принципе, ей все понравилось, но в каждом блюде были недочеты. И на развлечения она была равнодушна. В целом, вечер Андрея мне очень понравился. Но вот единственное, за что снижаю оценку, это чеснок, который чуть не заставил меня подавиться. Ну и, конечно, люблю как-то больше шоколада в десерте. Ну, Маринка уж точно мне поставит 100 баллов. Ей абсолютно все понравилось, и души она во мне не чает. Он покорил меня на всех фронтах. Он классный повар, он джентльмен, и он очень талантливый мужчина. Нашей деревенской девке Матрёне не угодишь. Не смогла она меня еще отбить у Марины, и поэтому она поставит максимум 50 баллов. Вечер сегодня очень понравился. Ужин был очень вкусный, а его протяжная лирическая песня довела меня до экстаза. Мне кажется, что Илона мне поставит 70 баллов. В принципе, ей все понравилось, но в каждом блюде были недочеты. Да и к развлечению она была равнодушна. Вечер у Андрея оказался неожиданно хорошим. И я это оценила по достоинству. Мистическую вечеринку Андрея Ганза его соперницы оценили в 370 баллов. Что ж, самый талантливый повар и самый гостеприимный хозяин суперигры определен. И через несколько минут это имя станет известно нашим героям. А пока они могут только догадываться о том, кто же наденет лавровый венок победителя и получит звание лучший из лучших. На мой взгляд, на этой неделе победителем должен стать Андрей. Это случилось сегодня. И только сегодня я это поняла. Он этого достоин. Я считаю, что на этой неделе победить должен Андрюсик. Женщины с женщинами, но извините, у меня не слабость гитаристам. Мало кто это знал. Я считаю, что, скорее всего, может победить или Маргарита, или я. Я бы хотела, чтобы победила Маргарита. Достойной у нее был прием гостей. Было очень-очень вкусно. Ну и я, правда, очень старалась угодить не только себе, но и всем остальным гостям. Ну что, дорогие мои, я думаю, что не буду вас утомлять своими шутками и прибаутками. Вы все в нетерпении, так? Да. И я так думаю, что все безумно хотят узнать результаты супер-игры. Да. Тогда начнем. Пятое место с результатом 210 баллов на этой неделе заняла Матрена. С результатом 220 баллов на четвертом месте в супер-игре оказалась Илона. Третье место с результатом 260 баллов занимает Марина. С результатом 300 баллов ровно на втором месте в супер-игре Маргарита. АПЛОДИСМЕНТЫ И на первом месте Андрей. У него 370 баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей становится победителем супер-игры и завоевывает почетное право называться лучшим из лучших. Ваши бурные аплодисменты. Ура! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, ну что ж, подошла к концу супер-игра. Я лично от себя хочу сказать, что эта неделя была очень интересной. И особенно меня радует, что все вы являетесь настоящими победителями званого ужина. Я думаю, что каждый показался достойным и заслужил эти бурные, замечательные аплодисменты. Спасибо вам огромное. До новых встреч и всего самого наилучшего. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень радуюсь за Андрюсика. И этот холодильник он добыл для нашей семьи. Я искренне поздравляю Андрея с победой, потому что он действительно ее достоин. Что касается моего четвертого места, то я чувствую, что были люди, которые умышленно занижали мне баллы. С самого первого дня у меня было два фаворита. Это Маргарита и Андрей. И кто-то один из них, я была уверена, победит. Поделил Андрюшка. Значит, мои поцелуи, поздравления ему. Мне бы очень хотелось получить первое место, но судьи были девушки, и они выбрали единственного кавалера Андрея. И я от всей души хочу поздравить с победой. Я очень старался и угодил всем девочкам. Я очень счастлив, что занял достойно первое место.